здравствуйте друзья на этой неделе российские граждане кажется что-то начали подозревать когда президент владимир путин во время атаки российских диверсантов кстати говоря брянской области начал рассказывать о том что эти люди то есть русские русские которые стояли и говорили на чистейшем русском языке возле сельского клуба два человека с флагами они осуществляют свои действия с целью лишить русский народ исторической памяти истории традиции и русского языка то есть это рассказал путин на заседании в котором он принимал участие и я так посмотрел что люди на него смотрели с очень печальными лицами очень печальными они начали что-то подозревать что дедушка не в себе так сказать и вообще это конечно же очень явная иллюстрация того что у путина нет никакой чувства вины и ответственности то есть это можно было заметить еще по истории с подлодкой курск когда он сказал о том что она утонула вот недавно он что-то такое повторил о морских пехотинцев которые были убиты почти поголовно в украине и он сказал что они там борется с усмешечкой и ухмылочкой и вот теперь путина на путина смотрит россия и спрашивает ну и что дальше а он рассказывает о языке и о том что русские хотят лишить русских русского языка исторической памяти во время атаки на брянской области россии непосредственно то есть очевидно что этот человек то есть путин он совершенно не берет на себя никакой ответственности за то что произошло и происходит с россией то есть российские ради советские лидеры десятилетиями работали на то чтобы получить часть хорошую часть европейского газового рынка которая давала возможность жить десятилетиями десятка миллионам людей путин это все профукал скажем так мягко буквально за пару месяцев это для него вообще ничего никакого не малейшего раскаяния и так далее и так далее и так далее то есть мы видим очень интересные симптомы которые могут свидетельствовать о том о чем еще раз еще когда-то рассказывал невзоров о том что путин скажем так без матов не в себе наверное он выдал какую-то страшную государственную тайну и немцова потом убили за это вот и вот сейчас оппозиционный российский политики илья ильяшин из тюрьмы рассказывает о том что путин обезумел обезумел от неограниченной власти неограниченной власти и то же самое кстати говоря говорил все время в свое время и российский историк выдающийся ключевский который сказал что если римские императоры сошли с ума от самодержавия почему бы не сойти российский а такого как самодержавия как у путина наверное у российских императоров то не было и вот это вынудило меня посмотреть на ситуацию совершенно иначе то есть я мог предположить что путин ненавидит весь мир ненавидит всех людей смотрит на другим на вообще все человечество с точки зрения представителя спецслужб то что он вообще все хочет убить этой козе понятно но то что он так относится к россии это конечно немножко меня удивило вот хотя после истории с подлодкой курска после его реакции такой рефлекторной уже в принципе для психиатров наверное тогда было все понятно и вот я посмотрел на 1 канадский психиатр роберт бы хавер который много лет поработал психиатром судебным и соответственно создал контрольный перечень признаков одной такой недуги серьезной и вот психологической вот что этот психиатр рассказал что свойственно этим собственно говоря людям с такими проблемами у них есть поверхностный шарм и неглубокое обаяние как пишет канадец в принципе да особенно к раннему путину это относится эгоцентризм и убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости но этого хоть отбавляй принципе этого есть почти у всех политиков но путина это хоть отбавляй потребность в постоянном психическом возбуждении да это видно заметно даже на физическом уровне когда он движет все время рефлекторно движет ногой это так сказать нет здоровья патологическая лживость и склонность к мошенничеству но это понятно когда он говорит о том путин врет он просто как дышит что называется склонность мошенничеству то есть он воровство называется царап то есть не ничего не скрывает скажем так вот кто кого обманул опять всех переиграл вот эта вся история которая запускается интересах ее компании то есть опять таки патологической лживости склонность к мошенничеству но лживость это отдельная история про по моему обманул сам себя есть еще коварство склонность к манипуляции это понятное дело любит управлять людьми особенно за чувство страха дергает я видел вот осенью перед войной было какое-то заседание какого-то совета по правам человека при путине и какой-то там режиссер о чем-то там выступил и он фактически начал прямо на этом заседании ему угрожать физически то есть представьте себе уровень президента и он угрожает какому-то режиссеру то есть это рефлекс рефлекс коварство и склонность к манипуляции отсутствие чувства вины и сожаления да да мы видим что просто вот взяли так 70 лет советских усилий по постройке газопровода в европу извините профукали еще расскажу и путин сидит на голубом глазу довольный все хорошо она утонула газотранспортная система вот отсутствие чувства благодарности но это козе понятно угрохать березовского скажем так который его привел во власть это конечно оттуда эмоциональная поверхностность да 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 он просто не способен понять мотивации других людей он не поднял не способен понять что есть какие-то другие мотивации кроме страха им и жажды наживы то есть эмоциональная поверхностность то есть революция оранжевая для него удивление революция достоинства для него удивление реакция запада сейчас для него удивление неожиданно это все просто нормальные человеческие реакции которые просто путин не способен понять и просчитать называется эмоциональная поверхностность снижение реактивности при приятным стимулом еще один такой признак этой недуги то есть путин сам признавался что несколько лет назад когда он еще более вменяемым выглядел он говорил что он не знает что такое счастье и счастливых он считает безумными вот это такая фраза он видно искал счастье по всем и не не находил это счастье ну что счастье с такими действиями такими привычками такими ценностями его не бывает это несчастье вот черствость отсутствие эмпатии но это козе понятно когда к нему рассказывают обращаются на коленях русские эти все просят заберите ванек домой он говорит нет ваньки сдохнут они должны сдохнуть они бы так напились и что там попали под машину а так лучше пускай так сдохну то есть это такое сказать могли могу только человек с крайней черствостью крайне отсутствием эмпатии паразитический образ жизни склонность к паразитическим образу жизни вы помните наверное эти заявления путина и его знакомых как они говорили о том что он хотел делать бабки когда пришел во власть нужно делать бабки и вообще о своем паразитический образ жизни о своем опыте единственном зарабатывание денег так сказать честным трудом во время когда он работал таксистом он сказал что ему очень тяжело об этих временах вспоминать вообще не хочет то есть склонность к паразитическому образу жизни опять-таки да еще одна особенность в споре обвиняют противоположную сторону в своих собственных недостатках и проступках это все оттуда кто как обзывается тот сам называется как сказал сам путин то есть это еще одна особенность обвиняют противоположную сторону в собственных недостатках живут в постоянном страхе такие люди то есть почему потому что меряют других людей по себе и все время ждут от них того же самого что делают сами и конечно же возмездие за своих поступки и это заставляет пациента бояться все время и от этого ненавидеть людей еще больше садиться в бункер залезать садиться за огромные столы вынуждать сдавать кал министром и так далее и так далее то есть предпочитают жить за счет чужого труда не собственных усилий но это мы уже сказали когда он а таксистской своей так сказать работе с таким пренебрежением отзывался единственным так сказать честных копейках заработанных им вспыльчивость слабо контролируемые вспышки гнева но это мы видим сексуальная распущенность это можем предполагать неспособность к реалистичному долгосрочному планированию конечно же ввязались так сказать в бойню а сейчас оказывается что того нет того нет того нет всего нет вот и приходится все создавать так сказать на бегу отсутствие то есть неспособность реалистичному долгосрочному планированию безответственность в отношении к собственным действиями поступка мы уже говорили наличие в анамнезе нескольких позиций лишение свободы других людей было было убийство было было покушение было было мошенничество было было никого не уважают они боятся только силу уважают только деньги которые дают возможности опять вот это бабки делать надо легко впадают я в состоянии ярости также легко успокаиваются стремится доминировать над другими чтобы улик удовлетворить собственные желания обычно нетерпеливы нетерпимые очень самоуверены считают себя ответственными стремятся казать сдержанными и важными им скучно они ни на чем не могут на толка сосредоточиться часто меняют место работы учебы место жительства и так далее сколько этих уже у него бункеров разных и хватаются за что-то и вскоре бросают дело если вы посмотрите это же про путина все то он за экономику бросался то роскосмос то рост на нато сколково что там уже в том сколкове наверно куры пасутся вот то есть скучно посмотрите как путин ведет себя на совещаниях и он все время какие-то рисует какие-то кошачьи жопы или еще там что-то бросает карандаши ломает их иногда получает удовольствие от того что их ненавидят люди и что они могут причинять горе оставаясь при этом не уязвимыми то есть такое бесовское чувство власти над другими людьми безнаказанности вот то есть сочетание таких черт как бессердечие по отношению к окружающим сниженная способность к сопереживанию неспособность к искреннему раскаянию причинение вреда других людях лживость эгоцентричность поверхностности мы эмоциональных реакций отсутствие эмпатии то есть способности сопереживать и все что вот это говорилось до этого это называется клиническим диагнозом психопатии все о психопатах психопатия да звучит как-то так не очень но что это такое от греческого психо душа сознания и патос страдания боль то есть это такой синдром психопатологический который проявляется в виде вот этих всех вещей которых я вам рассказал и специально создали даже такой оценочный лист психопатии то есть инструмент психологической оценки такой 20 вопросов на которые должны отвечать честно люди ну короче это все изучают с научной точки зрения то есть это конкретный диагноз который попадает по путину по моему я не психиатр не могу раздавать эти все диагнозы с точностью наверняка нож по моему что-то в этом есть нужно к этому присмотреться по моему все вот эти пункты это его вот и это собственно говоря ничего особенность особенно вот например в западных обществах говорит наука западная психопатия примерно четырех с половиной процентов населения в целом и 15-25 процентов в криминальной среде кроме того еще десять процентов населения не будучи клиническими психопатами проявляют психопатические черты я честно говоря думаю что в россии уровень психопатии гораздо больше гораздо выше среди населения потому что вот например недавно мировая психиатрическая ассоциация психиатров приняла решение о том что в россии паранойя это не отклонение не диагноза это норма это часть но в россии паранойя то есть в россии невозможно быть не параноиком такая страна и собственно говоря психопат он как говорят в этих диагнозах всех описаниях ряд что они мор он может выглядеть чарующе благодаря развитой способности к правдоподобной имитации эмоций то есть они все имитируют все время очень успешно имитируют но если вы посмотрите это действительно путин это просто как бы имитатор все и почему он на этой позиции сейчас в принципе куда психиатр но таких людей психопатов как правило стараются не пускать ну следует сказать что кгб в которой он вырос именно такие люди и нужны были неспособны к сопереживаниям которые будут выполнять все что им прикажут совершенно ни на что как винтики просто это все выполнять вот поэтому он наверное и пошел в кгб чтобы отомстить человечеству за то что он пережил или просто-то за просто так отомстить человечеству тем кто вокруг него маленькому такому человечку пошел стить всему человечеству хотел отомстить западу в результате отомстит россии вот я уже чит цитировал вот этот знаменитый стих успенского этих кгбистов как он это все воспринимал извне человек культуры как всегда заостренно успенский который написал истории просто квашина он из этом извините не знайка это носов о чебурашки и другие интересные вот как он писал гимн кгб посмотри на эти лица тот тупица тот убийца есть такое здание гадно негодяй там мразь на под лице у каждого сотрудника и у любой гражданки все это нарисовано буквально на лице на любому правительству любые эти изверги и души губы до миллионы палачей для различных речей омерзительные грязные грубы вот организация убийца на убийце за каждого убитого медали на груди во всем вот всем бы им построиться да взять и утопиться но все они надеются их время впереди в кабинете при формах зеленых там не люди а трупы в погонах но настанет страшный суд их погоны не спасут ни от рук ни от глаз заключенных вот и что интересно еще вот эти психопаты если путин действительно психопат для них вот эти все абстрактные идеи то есть империя там построение и так далее это все чистый абстракт то есть они руководятся очень очень простыми вещами простыми это значит чувство безопасности собственной то есть страх то есть страх ими управляет вообще очень и очень серьезно личные интересы ну как бы нажива и страх то есть основном этими людьми движет страх а не какие-то высокие идеи и поэтому о россии поэтому для него так просто что вот это все равно валится что там российские позиции дипломатическими в ноль превращены что превращены газовые позиции в ноль что там какого-то нам полка мотострелков нет что какая-то клодка курску тонула это ему все по барабану то есть это его не касается собственно говоря импатии нет понимаете то есть нету никакого видения в действительности есть только страх есть только страх они такие люди если он действительно психопат не предрасположены думать таким великим каким-то образом героическим историческим видением вот поэтому конечно же сейчас мне кажется некоторые российские деятели начали подозревать что-то в частности вот гиркин буквально сегодня разродился обвинениями в адрес пригожина где он тоже его назвал психопатом то есть военный преступник гиркин назвал военным преступником военного преступника пригожина и еще обозвал его психопатом при том что этот психопат является дружба но не дружбаном это там такие слова не водятся но каким-то там подельником путина психопат а с кем поведешься как известность того и наберешься то есть фактически гиркин и путина на него тень на плетень так сказать навел и то есть нет никакого никакой цели и это значит что вот эти все огромное количество россиян которые стоят там на коленях выпрашивают что-то путин они ничего не допроситься ничего не могут потому что они для него как извините как микробы это все они ничто другие люди чужие народы свои нет ничего для психопата если это в действительности так а очень и очень похоже на это то есть где это все берется тогда психопатия это как правило генетически то есть часто бывает где-то 60 процентов это прочитал то на книжице что около 60 процентов есть склонность короче наследственность в этих всех чертах психопатических но он вышел из преступного мира был замешан в криминальной активности против него открывали уголовные дела против путина это же всем известно он пошел в кгб скорее всего для того чтобы отомстить всем кто его обижал мальчиком и и девочкам тоже которые его наверное не замечали вот такого маленького и соответственно еще какие факторы вот я буквально цитирую наличие осужденного родителя физическое пренебрежение низкое участие отца с мальчиками низкий семейный доход выход из разрушенной семьи плохой надзор жестокое обращение жестокая дисциплина жесткая дисциплина преступный брат или сестра депрессивная мать низкий социальный класс похож плохое жилье но если так смотреть то почти у всего совка приблизительно что-то можно было найти в этой психопатии этих так сказать условиях которые могут быть предусловиями развития этой психопатии вот 60 процентов соответственно есть наследственности в этом ну как некоторые ученые говорят то есть я здесь если люди говорят неправду ученые то здесь я просто за ними повторяю и то что он сам признавался о том что он не знает как это быть счастливым это в принципе показатель показатель ты потому что они не испытывают психопаты не испытывают эмоции как другие люди они и не способны понять других людей при том будучи прекрасными актерами и профессиональными лжецами восхищаются собой любят эту всякую лесть такую не испытаны не угрызение совести имеют очень высокое мнение о себе всегда считают себя правыми надменно относятся к другим хотят чтобы всегда слушались на вот считают себя авторитетами не имея на это никаких и даже оснований иногда норовоучительный постоянный норовоучительный тон эмоционально подавляют используют чужие слабости контролируют каждый шаг прекрасными микрируют одевают на себя тысячи масок это кстати говоря у путина вообще правда уже последнее время одна приросла вот всегда у них кто-то виноват то есть псих психопатов всегда кто-то виноват никогда они не виноваты всегда все виноваты кто угодно окружающие там какие-то исполнители окружающие страны виноваты они козни строят мой патологическая ложь это понятное дело называется даже термин такой псевдология патологической лжи научный то есть фактически зачем это делают чтобы манипулировать раз а потом чтобы доказывать какую-то собственную значимость кто-то говорит что они даже верят во время вот этого лжи но я о пути не думаю честно говоря и вообще вот это патологическая ложь что интересно она имеет она это не просто какой-то там сугубо психи психическое явление она имеет конкретные физические последствия в мозге например патологических лжецов на 14,2 процента уменьшен объем серого вещества нейронов и на 22 процента увеличен объем белого вещества вот поэтому это все конечно же очень и очень интересно особенно когда это ложится на реальность российского общества которое является но склонна к психопатии массово что огромное количество людей воспитано было именно в таких насильственных условиях и кроме того наследственность кроме того но те убийцы которые убили десятки миллионов русских и других народов они же тоже какую-то наследственность дали да то есть негативный отбор очень многочисленный вот традиционная готовность подчиняться власти от отождествления себя с властью и радость от так сказать когда ближнему плохо сколько русских любят потирать ручки когда соседу плохо или когда его там сейчас мобилизировали соседа еще чем что-нибудь то есть вот такая вот история как с этим всем бороться да очень просто на западе это уже поняли кстати говоря на западе это поняли психопаты боятся только сил то есть они под страхом они готовы на все под страхом и угрозы собственной безопасности то есть это люди патологически трусливые то есть чем больший тиран тем более он как правило труслив именно поэтому мы путина видим все время в бункере вот зеленский уже на позициях клоун как они говорят уже на позициях на наших военных был уже десятки раз путин из бункера боится вылезти из столики себе делает и кал сдают его министры перед тем как к нему соответственно добиться поэтому его таких людей не убеждают они останавливаются только тогда когда их собственное выживание будет под угрозой то есть им плевать на сотни тысяч на миллионы на десятки миллионов своих типа то есть для него своих нет русских помрут 10 миллионов он будет говорить ну ничего при стали не 20 померло вот то есть это очень такая вот вещь которая заметна на сегодняшний день и соответственно мир как на это реагирует он создает такую ситуацию при которой для путина для его выживания будет полезно немедленно убраться из украины и собственно говоря но для русских это все закончится превращением скорее всего россии в гигантскую северную корею то есть год назад путина был план уничтожить украину покорить европу а сегодня у него план уничтожить покорить россию уничтожить ее хороший план можно сказать и это у него скорее всего появится получится вот а почему о гоблинах гоблины почему гоблины потому что гоблины это мифические такие человекоподобные существа в мифологии которые жили в подземных пещерах и не переносили солнечного света слова происходят от древнегреческого тут или без и соответственно толкин написал об этих гоблинах хотя они уже известны раньше грубых жестоких бессердечных без эмоциональных подземных жителей которые боятся солнца но их тоже орками называли фактически это как замен но заменили взаимозаменяемые эти слова вот поэтому есть даже легенда что вот эти гоблины или орки король который когда-то правил за что-то их не взлюбил им пришлось прятаться и они долгие долгие века прятались эти орки под землей собственно говоря можно было бы на этом закончить но есть одна очень интересный такой нюанс который можно проверить сугубо практически на пути оказывается как известно психопаты не зевают вслед за другими людьми то есть есть такой клинический показатель что психопаты не зевают например зев свойственных тем людям которые имеют эмпатию то есть за другими людьми это нормальному человеку по причине высокой эмпатии свойственно зевать если это делает сосед у психопатов нет эмпатии поэтому они совершенно не склонны заражаться зевком мне кажется что это можно было бы попробовать пускай бы журналисты попробовали позевать у него на пресс-конференции зевнет он или нет вот он конечно может сымитировать как все он имитирует но скорее всего скорее всего у него не получится убедительно вообще честно говоря мне даже немножко жалко вот этих россиян которые стоят там на коленях и просят чтобы путин что-то там решил чтобы он сжалился смело стивился кого вы просите вы просите просто камень вот и далищи которые себе создали и сейчас это и дальше создали из такого шнурка кгбш нам и сейчас это и далищи придавит всю россию наверное это будет заслуженно поэтому друзьям подписывайтесь на канал ставьте лайк и не забываем поддерживать украинскую армию собираем все еще на четвертый автомобиль с богом друзья счетики оставляю с богом до перемоги